Управление административно-технического контроля продолжает сносить ветхие строения на территории областного центра. По плану в этом сезоне учреждение должно было убрать 864 объекта. На данный момент отработано 649. По словам начальника организационно-аналитического отдела управления АТК, в областном центре большое количество зон, где в этом году проводились работы, откуда убрали бесхозные гаражи, автомобили и другие виды собственности. Это был и парк «Маяк», работали там, работали у нас и на транспортной, и на энергостроителей. Там был несчастный случай с ребенком. Мы сейчас это в первую очередь организовали, вывоз, и практически, наверное, в ближайшее время завершим там работу. В течение следующих трех месяцев Управление административно-технического контроля продолжит работы по сносу ветхих строений. По плану на этот год большая часть отработана. Порядка двухсот объектов еще в списке. В основном они распределены по окраинам города. Естественно, центр у нас более-менее расчищен. Но это везде окраины города. Они разбросаны, в принципе, в хаотичном порядке, и они есть везде. Даже вот такой адрес Попова 2Г, вроде, да, ну где тут может быть, ну, оказывается, нашли, да, есть. И работаем в первую очередь мы, когда формируем план на снос, включаем, во-первых, пожелания департамента САТЭК, это связано с благоустройством, с асфальтированием, то есть дворы. Там, где будет, например, это строение мешать производству работ или высадке зеленых осаждений, в первоочередном порядке мы обеспечим этот снос и производим работы. Как правило, снос производится по запросам прокуратуры. Тем не менее, не редки случаи, когда граждане сами обращаются в службу АТК с просьбой снести мешающий объект. На следующий год число строений, которое попадает под внимание административно-технического контроля, вырастет. Планы работы на 2023 год уже составлены.